Современные рекламные щиты, растяжки, светодиодные экраны и другие рекламные объекты должны прежде всего выполнять свою основную функцию – эффективного инструмента маркетинга. Однако большое количество незаконно установленной рекламы портит облик города, отвлекает водителей и зачастую содержит ложную информацию. Мы вышли на улицы города, чтобы спросить у жителей, как они относятся к наружной рекламе. Она нейтральна, по большей части. Иногда она может быть даже забавной. Да, ну, в принципе, больше, в принципе, никак. Лучшие украшения – цветы, зелень, люди улыбающиеся. А реклама, ну, она нужна, наверное, но в определенных местах. Не везде, не на каждом месте. Я даже, наоборот, найду, мне интересно почитать, что там написано. Так что положительно к этому окружусь. Что-то для себя увидел информацию. Записал. Так что все отлично. Рекламные щиты не нравятся на улице города. Раздражают, портят вид нашего красивого города. Бывает, что она ей слишком много и немножко неэстетично подана. А так, в принципе, не обращаю на нее внимание. То, что меня интересует, когда глаза увидела, прочла, они интересуют. Так я просто боковым зрением проскользнула по ней. И все. Никак. Есть и есть. А как вы думаете, портит облик города рекламы? Нет, почему? Красиво иногда делают. Я читаю, смотрю, мне это нравится. Не очень. Вам не нравится? А вы считаете, что она портит облик города? Да, да, да. Я считаю, что бывает очень много. Лучше побольше деревьев пусть высаживают. Если это разумно, как бы расставлено, грамотно, то не портит. А если это вот идет поток какой-то постоянно, то видишь первое, видишь остальное. То есть здесь надо тоже работать над этим. А вот на остановках, на заборах? О, нет. Я на заборах принципиально ничего читаю. Даже в явлении, которое может быть и очень важно. Первая реклама появилась в Древней Месопотамии. За следующие несколько тысяч лет истории реклама не претерпела существенных метаморфоз. Люди предлагали свой товар и всячески его рекламировали. В России же первый рекламный плакат появился в конце 19-го столетия. Революция в истории развития рекламы случилась после Первой мировой войны, когда конкуренция между монополистами достигла своего пика. Реклама в переводе с латыни – крик или призывный крик. Как бы сегодня ни ругали рекламу, она остается двигателем прогресса, ускоряет товарооборот, помогает в конкуренции. И, безусловно, это самый эффективный способ доведения информации до покупателей. Мы постоянно сталкиваемся с рекламой и порой даже не замечаем этого. Наружная реклама – весьма эффективный инструмент, который воздействует на человека помимо его воли. Вся информация о той или иной компании или услуге откладывается в подсознании. Хочешь, не хочешь, но пока ждешь на остановке общественный транспорт или по нескольку раз в день проезжаешь мимо одного и того же рекламного счета, поневоле выучишь его содержание. Реклама сегодня уже прочно проникла в нашу жизнь и основательно закрепила свои позиции.